Рождество и Новый Год Зареством Христовым и Новым Роком Христос народився! Мы будем читать Слово Божие, потому что для нас Рождество и Новый Год это праздники, которые связаны с нашим Господом Иисусом Христом. О Нем наши песни, о Нем наше Слово, о Нем вся жизнь наша. Будем читать Послание к Евреям, 12 глава, первых два стиха. Послание к Евреям, 12 глава, первых два стиха. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей Ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамления, и воссел одесную престола Божия. Будем проходить предлежащее нам поприще. Это послание написано к общине рассеянных евреев, которые в Иудее переживали очень сложное время. Примерно написано оно в середине 60-х годов, 65-66 год, то есть за несколько лет до Иудейской войны. Собственно, в самом начале Иудейской войны, в 66-м году уже началась Иудейская война, началось восстание иудеев против римского рабства. И для евреев, которые уверовали в Иисуса, для общины последователей нашего Господа, в то время, в середине первого века, были очень сложные условия жизни. Им было сложно, потому что всем, собственно, евреям в это время было очень сложно, под римской оккупацией они находились. А кроме всего прочего, им еще было сложно, потому что они уверовали в Мессию, в Иисуса, что не признавали официальные еврейские начальники. И поэтому для них было двойне сложно. Были гонения, были притеснения, были скорби. Я думаю, что для нас это послание тоже сегодня имеет очень большое значение. И то утешение, которое когда-то давал апостол своим последователям, друзьям, соотечественникам в Иудее, это наставление, это утешение сегодня для нас тоже очень актуально. Мы тоже сегодня переживаем непростое время. Прошлый год для нас был очень сложным годом. Наверное, это был самый тяжелый год в третьем тысячелетии. Мы думали, что ковид – это самое тяжелое время. Оказывается, нет. Оказывается, была еще более черная полоска. Война. А что впереди? Нам кажется, что вот уже черное закончилось, начинается впереди белое. Но кто знает, может быть, еще что-то будет. Может быть, будет еще более страшное время. Апокалипсис. Может быть, будет самое тяжелое, что ожидает все человечество. Мы не знаем. Но мы смотрим с надеждой. С надеждой не так, как прочие люди, которые вроде бы имеют надежду, но когда спрашиваешь, а чего ты с такой уверенностью говоришь, что надеюсь, что в 23-м году будет лучше. Ну, вот надеюсь, потому что надеюсь. Ну, хочется надеяться. Человек живет только тогда, когда надеется. Но мы надеемся не так. Мы надеемся на лучшее, потому что мы знаем, куда идти. Мы знаем, что поприще, которое предлежит пред нами в этом 23-м году, а это не просто жизнь, которую надо прожить, а это жизнь осознанная. Здесь Духом Святым сказано о поприще, что вы должны идти, предлежащее поприще. Это было обращено к ранней церкви, это обращено и к нам, предлежащее нам поприще. Что это такое вообще? Когда мы говорим слово поприще, обычно мы имеем в виду, ну, не просто жизнь, а какую-то осознанную жизнь. Мы говорим, вот, кто-то подвизается на медицинском поприще, кто-то на литературном поприще, кто-то на военном поприще, но никогда мы не скажем, что подвизается на поприще лени или на поприще болезни. Это не поприще. Хотя это тоже жизнь. То есть, когда мы говорим слово поприще, мы имеем в виду что-то осознанное, когда человек понимает, что он делает и для чего он делает то, что он делает. Это очень важное отличие. Многие идут по жизни, ну, иногда опережая жизнь, а чаще всего отстают от жизни. Некоторых жизнь вообще тащит за собой, человек так безвольно существует, только пить, есть, физиологические потребности свои удовлетворить. Бессмысленное существование, а не жизнь. Но мы не так живем. Мы живем, идя поприще. Поприще здесь употребляется в смысле спортивный термин, который указывает на или беговую дорожку, или на какой-то отрезок спортивного пути, когда спортсмен знает, куда он идет, он знает, почему он идет, он знает, зачем он стремится по этому поприщу. Он не просто существует, у него есть цель. Это очень важно для человека иметь настоящую, далекую, стратегическую цель, ради чего он здесь на земле идет свое поприще. Что в конце его ждет? Куда он стремится? Я уже упоминал как-то любимый мой рассказ Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». Там есть замечательные сценки. Алиса попадает в волшебную страну, и там она встречается с говорящим котом. Она заблудилась и спрашивает кота, а как мне выйти отсюда? А кот повел усами и говорит, а куда тебе надо выйти? Алиса отвечает, а мне все равно, лишь бы выйти отсюда. Кот тогда и говорит, ну тогда иди куда хочешь, все равно куда-нибудь ты выйдешь. Если у тебя нет цели, то неважно, куда идти. У человека должна быть цель. Он должен понимать, ради чего он здесь на земле живет. И цель должна быть настоящая, большая, далекая, стратегическая цель, а не просто цель, чтобы устроиться на хорошую работу, построить дом. Это тоже цели. Вырастить ребенка. Это все хорошие цели. И таких целей в жизни может быть очень много. Каждый день у нас есть какая-то очень маленькая цель, которую мы стараемся достичь. Ну а зачем все это? Зачем эти все цели мы достигаем? А что в конце? Не похоже ли мы часто на такую комическую ситуацию, когда семья готовится к чему-то, складывает чемодан, укладывает хорошо рубашки, складывает в чемодан мечи, плавки. И когда ее спрашивают, членов семьи, а куда вы собираетесь? Они говорят, а никуда мы не собираемся. Нам интересен просто процесс. Нам важен сам процесс. А зачем вы все это делаете? Да не важно, лишь бы делать. Надо делать что-то. Очень часто жизнь людей похожа на такую комическую ситуацию. Как представить себе спортсменов, две футбольные команды выходят на поле, все ожидают, что сейчас матч начнется, а футболисты и не думают начинать матч. Они пасуют друг к другу, отрабатывают правые удары ногой. Судья кричит, матч должен быть. Играйте. А нет, нам неинтересен результат. Нам процесс нужен. Мы ради тренировки здесь находимся. Но это абсурд. Зачем человек живет только ради того, чтобы на работу устроиться, для того, чтобы пропитание себе иметь, для того, чтобы лучшие комфортные условия были. А зачем все это? Мы с вами отличаемся от многих людей тем, что знаем, куда направлено наше поприще, чем оно заканчивается. Мы идем не просто так, а мы идем в Царство Небесное. Наша цель лежит вне этой жизни, поэтому придает осмысленность всей нашей жизни. И мы понимаем, что если бы не Царство Небесное, то зачем было бы влачить существование? Трудно было бы объяснить, лучше бы не задавать таких больших вопросов, философских проблем. Люди стараются не думать об этом, потому что у них нет этой цели. А у нас есть эта цель. И эта цель достойная. Царство Небесное стоит того, чтобы к нему идти. Потому что это Царство, где, наконец, есть гармония у человека, где есть настоящий мир, где есть настоящее счастье. Человек вообще здесь на земле похож на чужестранца, похож на пришельца, которого забросили в этот мир. Здесь все чуждо человеку. Против него там и микробы, и болезни, против него все окружающие люди. Люди собираются в группы для того, чтобы защитить себя, чтобы как-то обезопасить себя. Общество создают, государство создают, чтобы обезопасить. Потому что вокруг вражда. Это грех. Греховный мир, враждебный мир, в котором живет человек. И в этом греховном мире человек не есть природный. Он ждет другого. Он был создан не для этого греховного мира. Он был создан для Царства Небесного, для общения с Богом, который он потерял. И там, в Царстве Небесном, мы действительно обретем полную гармонию и тот шалом, о котором говорит Священное Писание. Поэтому у нас есть куда идти. Но Священное Писание устами апостола говорит о том, что мы не только должны идти это поприще, которое перед нами в новом, 23-м году, но мы должны идти это поприще определенным образом. Не просто так. Здесь даются очень интересные наставления. Во-первых, надо свергнуть в себя всякое бремя. Во-вторых, надо оставить запинающий грех. И, в-третьих, надо с терпением проходить это поприще. Три составные части. Если мы хотим идти с удовольствием, если мы хотим достичь результата, конца этого поприща, то нам надо выполнить эти три части, свергнуть бремя прежде всего. Ну, что такое бремя? Бремя – это то, что мешает. Это тяжесть. Это тяжесть, которая обременяет спортсмена. Ну, представьте себе, что олимпиец, который бежит для того, чтобы получить награду, он берет вдруг с собой рюкзак с одеждой, берет рюкзак с пищей, какие-то вещи с собой набирает. Вроде это все неплохо, но оно не нужно. Оно мешает ему достичь цели. Это тяжесть, это бремя. Вот в нашей жизни, в нашей духовной жизни есть много вещей, которые сами по себе не такие плохие, хорошие вещи, но они мешают. Они мешают нам эффективно идти в Царство Небесное. Ну, например, одно из таких бремен сегодня – это длительное слушание и смотрение новостей. Вот если человек больше 15 минут в день смотрит новости, то это значит, что он вдевает на себя бремя, тогда, когда идет в Царство Небесное. Можно посмотреть, надо что-то узнать, но если мы пребываем все время в новостях, то это действительно становится бременем, бремя, которое тягощает человека. Одна сестра, больная очень сестра, так жаловалась мне, плакала и так молила Господа о чем? О том, она жаловалась, что она заболела тяжело и не может помыть окно. Окна не мытые давно. Помыть окно – это очень хорошее дело. Это правильно. Но ей сейчас надо выздороветь для того, чтобы прийти в церковь, для того, чтобы молиться, не для того, чтобы окно помыть. Мы очень часто делаем много лишних дел, которые сами по себе хорошие дела, но не мешают, они обременяют, они отягощают, и мы забываем главную цель. Они не работают на главную цель. Один брат рассказывал мне, что он наводил порядок в своей мастерской, должен был уезжать, не хотел бросить так все в беспорядке, помыл инструмент, все сделал, но опоздал на поезд. Ну, вот действительно довел порядок в мастерской, это же прекрасное дело. Но при этом опоздал на поезд, он не успел вовремя. Но очень важно для нас определить, где приоритет, что нам надо сегодня сделать в первую очередь, чтобы сбросить все остальное, хотя оно само по себе может быть очень хорошее. Второе значение времени – это всякие чувства, которые отягчают нас. Мы очень отягчены заботой, например, о завтрашнем дне. Что будет завтра? Как будет проходить этот год? Нам очень хочется узнать, и мы вот постоянно как бы в мыслях об этом. Некоторые очень страдают от того, что не знают, что будет завтра, беспокоятся о завтрашнем дне. Другие страдают и мучаются от бремени обиды, обижен на кого-то. Тот человек уже давно забыл, из-за чего произошла обида, а я мучаюсь от этой обиды. Это бремя, которое висит на душе. И если мы идем в Царство Небесное, то апостол призывает сбросьте с себя вот эти все чувства, чувства непрощения, чувства обиды, чувства, которые мешают нам нормально жить в Иисусе Христе. Сбросьте всякое бремя. Это очень важное наставление, которое, я думаю, хорошо воспринять в Новом году, чтобы мы оценили, действительно ли мы идем налегке в Царство Небесное, действительно ли мы очистили душу свою. Очистить душу свою можно только через Иисуса Христа, когда мы принесем все это бремя к Иисусу, когда мы разделим это бремя с Ним. Он говорит, я готов подставить плечо свое под ваше бремя. Вы беспокоитесь, вы заботитесь, вы не можете простить, вы обижаетесь, ну, разделите со мной это бремя, расскажите мне, говорит Господь. И когда мы делаем так, то становится легче, мы избавляемся от этого бремя, и тогда мы начинаем радостно смотреть вперед и идем к Царству Небесному. Во-вторых, апостол предлагает нам, чтобы мы оставили всякий запинающий нас грех. Вокруг нас много грехов, но есть какие-то мелкие грехи, которые запинают, ну, то есть, мы о них спотыкаемся. Это грех, о которых постоянно спотыкаешься. Ну, вот как выходишь из дома, там какой-то камень, и вот ты об этот камень все время спотыкаешься. Его можно обойти, но спотыкаешься. Вот очень часто так бывает и с грехами. Есть немало грехов, которые мы можем обойти, но все-таки иногда попадаем. Вот такие грехи должны быть отвергнуты, надо отойти от этих грехов. Ну, например, очень часто этими грехами могут быть компьютерные игры. Ну, просто поиграть в компьютерную игру, казалось бы, ну, ничего же здесь греховного нет, неплохая вроде игра, там, тренировка памяти или чего-то еще. Они обязательно расскажут много полезного, что есть в этой компьютерной игре. Но она затягивает, она опутывает человека, и человек попадает в эту сеть. Или, скажем, молодые люди иногда говорят, ну, что такого, если я выпью пиво немножко? Ну, казалось бы, ничего страшного нет, некоторые сорта пива, может быть, меньше алкоголя, чем в квасе, и вроде ничего страшного нет, можно выпить и пиво. Но это как раз есть вот тот опутывающий грех, которого начинается путь к более тяжелому греху. это грехи, которые затягивают, о которых спотыкаешься, их можно обойти, их легко можно обойти, но иногда мы о них спотыкаемся, они мешают идти. Знаете, меня очень рассмешило, рассмешил ответ одной переводчицы, когда мы были как-то с группой американцев в одном селе и один из этих гостей говорит, вот там такие лужи, грязь, он говорит, а чего вы не заасфальтируете, не сделаете хорошую дорожку здесь, чтобы идти было легко, а переводчица говорит, ну у нас же есть глаза, мы можем обойти эту лужу, ну действительно так, можно же обойти лужу, но все-таки иногда ты споткнешься, иногда ты попадешь в эту лужу, в эту грязь, это то же самое в духовной жизни, есть многочисленные грехи, которые рядом с нами, и которые незаметно и легко опутывают нас, и вот здесь апостол как раз говорит про такие грехи, не про тяжкие грехи, там про убийство, воровство или что-то другое, мы знаем, что это плохо, а мелкие грешки, например, ну позлословить, посплетничать, рассказать всякие новости друг о друге, ну, казалось бы, ничего здесь такого нету, вроде не страшно, но это обязательно влечет к злословию, влечет как раз греху, это и есть то, что предупреждает апостол, когда мы попадаемся на мелочи, ну, например, деньги, очень такое распространенное явление, деньги нам всем нужны, это хорошая вещь, деньги, особенно, когда их много, но деньги могут превратиться в ловушку, когда мы становимся сребролюбивыми, когда мы начинаем уже заботиться исключительно о деньгах, это как раз и есть вот те многочисленные грешки, которые вокруг нас и от которых нам надо серьезно избавляться в этом новом году, и говорит Священное Писание, что идти это поприще надо не только свергнув бремя, не только сбросив вот эти все опутывающие грехи, не просто обходить их, а вообще удалить их от себя, очистить свою жизнь от этих грехов, но и проходить с терпением, с терпением, потому что мы еще не видим, когда конец, мы бежим как бы в тумане и знаем, что конец где-то рядом, мы верим, мы ждем, мы молимся, я думаю, что вы молитесь тоже о том, чтобы Господь скорее пришел, чтобы Он взял церковь свою с этой земли, это будет конец для нашего поприща, это тот ожидаемый момент, когда мы встретимся с Господом и войдем в Царство Небесное, но мы не знаем, когда это будет, и поэтому нам надо иметь терпение, терпение это одна из самых серьезных добродетелей, она входит в число семи самых важных добродетелей по традиции, которая существует, особенно в Западной Церкви, действительно, это очень важный добродетель, потому что если мы имеем терпение, мы можем ждать, терпение вообще имеет две составляющие, с одной стороны, терпение означает, чтобы человек умеет ждать, спокойно переносить невзгоды, спокойно принимать удары судьбы, если что-то случается, он терпеливо ждет, когда же это закончится, есть второй смысл слова терпения, терпение связано с настойчивостью, терпение связано с умением преодолевать преграды, несмотря на то, что трудно, несмотря на то, что нет света, несмотря на то, что может быть тепла иногда нету, но мы твердо идем вперед, знаем, что Господь с нами, то есть мы упорно работаем, несмотря ни на что, мы не складываем руки и просто сидим и ждем, но мы трудимся, и в этом тоже оказывается необходимо серьезное терпение, терпение, которое связано с упорством и настойчивостью, и тогда когда мы говорим о поприще, которое надо пройти, то все это представляется очень тяжелым делом, действительно, что впереди мы не знаем, впереди много трудностей, вокруг нас враждебный мир, мы бежим в обстановке совсем неблагоприятной для бега, но у нас есть надежда, и надежда это в том, что впереди нас идет тот, кто является, как здесь говорит Священное Писание, начальник и совершитель нашей веры Иисус, во втором стихе написано, взирая на начальника и совершителя веры, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, то есть мы бежим не в одиночку, может быть, мы бы не добежали, если бы шли сами, даже если мы сбросим всякое бремя, даже если мы даже удалимся от всякого греха, если мы очистимся и с терпением будем бежать это поприще, то все равно мы рискуем не добежать, если нет впереди начальника и совершителя, если нет того, кто идет впереди и влечет нас за собой. Вот апостол ободряет нас том, что у нас есть именно этот, как здесь написано архигос, начальник, вождь, пионер, который идет впереди, он не просто тот, на которого надо смотреть, как на икону, написано взирая на начальника, мы не смотрим на него, как на изображение и просто как предмет для подражания, совсем не так, мы не смотрим на него просто как на учителя этики, он оставил прекрасное учение, он научил, как надо жить, но для нас он не просто учитель, как бы хорошо он не учил нас, все равно для нас этого мало, мы не смотрим на него просто как на человека, который прошел тяжкий путь страданий, пострадал на кресте, мученики были во всех религиях, всегда во всех традициях можно найти какого-нибудь мученика, но Иисус является нашим вождем и страдал на кресте за наш грех, он страдал за грех для того, чтобы мы могли освободиться от него, поэтому мы смотрим на него совсем иначе, смотреть на Иисуса, это значит соединиться с ним, это значит прийти в его объятия, это значит встретиться с ним и отдаться ему так, чтобы он вел меня по жизни, чтобы он вел меня за руку через этот трудный мир, провел меня через это поприще, он не только страдающий, но он и воскресший, поэтому написано, он воссел одесную престола Божия на высоте, он сегодня находится и на престоле Божьем, и находится здесь с нами, по верному обещанию он сказал, я с вами во все дни до скончания века, он сказал, что сие есть тело мое, сие есть плоть моя, тело и плоть и кровь это образ, это метафора самого Иисуса, в семитском языке, когда говорят плотик кровь, то это говорят личность, другими словами, это личность, Иисус присутствует с нами на этой вечере, и поэтому у нас есть надежда, твердая надежда, у нас есть тот, который поведет нас по этой жизни, у нас есть тот, который поможет нам пройти, пройти это поприще осмысленно, поможет нам пройти, сбрасывая всякое бремя, поможет пройти, оставляя всякий запинающий грех терпеливо пройти и достичь этого небесного царства. И вечеря Господня это как раз пища на пути, это как раз поддержка, это вдохновение нам для того, чтобы мы могли твердо идти вперед в этот неведомый Новый год, который неизвестно, что готовит для нас, но что бы он не приготовил, наш Господь, Вождь Архегон идет впереди. И он знает путь, и знает не только куда идти, он знает, как идти. И поэтому можем довериться Ему. И кто еще не доверился, может сделать это сегодня – покаяться, принять Иисуса Христа, отдаться Ему и прославить Его. И все мы прославим нашего Господа. Аминь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok